Мои точно не знаю. Последний день судилища в Кутайси, когда объявили перерыв для объявления приговора, через 10-15 минут в зал суда вошел совершенно другой человек. Бледный и с очень сильным желтым оттенком. Раскасывавшийся. И это заметили не только я. Раньше меня сказали, возможно, говорит, твоему брату за его речь что-то там сделали за эти 15 минут. Я не знаю. Я не могу утверждать, но факт то, что это заметили очень уравновешенные люди, которые спокойно смотрели. И это было заметно через стекло камеры, которое затемнено. Это свет. Потому что на суде он сказал речь, где он показал, что он не свирился. Сказал правду и новую правду. У нас нет никакой надежды на достижение справедливости в Грузии, так как в Грузии не существует свободного суда, а прокуратура сама по себе криминал. И моего брата преследует спецслужбы. В последний день внесения приговора в Зугдиде два ряда занимали переодетые полицейские. В последний день внесения приговора в Кутаиси последние два ряда занимали переодетые спецслужбы. И поэтому это было не только давление на суд, давление на свидетелей, это было давление на моего брата, чтобы он не смел говорить там, по их мнению, лишнее. Поэтому я пошла на самый крайний шаг протеста – голодовку. Голодала 27 дней в юрскую жару. Голодную собаку пожалеют. А я человек, не так ли? А тех, кого я ожидала, я не увидела даже сочувствия. Как мне вам доказать, что Владимир Ваханя человек и я человек, что нам так же больно, как и вам, что и наши дети любят мороженое и шоколад, как и ваши. Тогда, в эти жаркие июльские дни, я увидела, мир был против меня. О чем я просила? Чтобы восстановилась справедливость, прекратили уничтожение человека, невиновного человека. И Сразбургский суд придал приоритет, рассмотрели дело моего брата. мне 57 лет, и жизнь моя ничего не стоит, я понимаю, но. Но ваша конвенция прав человека, я стану в свободу, говорит другое. я поверила, я поверила, и мы еще верим. я хочу, чтобы вы знали, сильные люди мира сего, которые решают судьбу не только своих, но и других народов. я никогда не смирюсь с тем, что происходит с моим братом. Я никогда не смирюсь с плановым уничтожением моего брата. Но что я могу? Единственное, что я могу, опять начать голодолгу. в вашем городе, в Сразбурге. Надеюсь, там мне не закрут туалеты, как в Грузии. Надеюсь, там не будут меня преследовать, как в Грузии. Если это так, я заранее вам благодарна. Есть ли у меня другой путь? Уважаемые дамы и господа, руководители стран Евросоюза и Евросовета, США, защитный прав человека, обращаюсь к вам, сильные мира сего, имеющие влияние остановить беспредел, происходящий против моего брата и спасти его. Помните, когда ваши дети спят мирным сном, у наших бессонница. Когда ваши дети смеются, наши плачут. Когда вы заботитесь о ваших детях, наши лишены отцовской заботы. Когда ваши дети мечтают о парусах, наши, о свидании с отцом. Или плачет ребенка, ничто, с фокошью или все. С каждой последней каплей с бокалом в руке. Помните, о трех несчастных детях, которых вы могли бы сделать счастливыми. А я с бокалом в руке пожелаю вам спокойствия. И отдельно я обращаюсь к пиарщикам преступного режима Саакашвили. Что вы пиарите, господа? Кого вы пиарите? Режим, который направлен против своего народа. Какова ваша цель? Какая бы ни была благородная, ваша цель не мой народ и не счастье моего народа. О какой демократии в стране может быть речь, когда человеку, которого посадят в картере, и в картере же травят и мучают всеми достойными способами. Приходят представители прокуратуры и требуют от него отказаться от родины, от гражданства, от разворского суда. И тогда они его освободят. Нужно действительно быть очень чистым человеком, чтобы иметь такое мужество отказаться от предложения выйти на свободу. Так вот, я обращаюсь к вам, пиарщики преступного режима Грузии. Будьте прокляты! Продолжение следует...